Привет, друзья! Уверена, что у вас тоже еще осталась тыква и вы ломаете голову, чего бы такого из нее приготовить, чтобы просто и вкусно, а главное, чтобы понравилось всем, даже детям. И сегодня я поделюсь с вами именно таким рецептом. Готовится просто, получается вкусно, а главное, что кушают все, даже дети. А главное, что заставлять никого не приходится, сами уплетают за обе щеки. Тыкву 600 грамм необходимо очистить, удалить семечки и самое трудоемкое, что есть в этом рецепте, натереть на средней терке. Но если у вас есть кухонный комбайн, то с его помощью это будет сделать гораздо проще. Вот такое количество тыквы у меня получилось. Теперь к тыкве добавляем пол чайной ложки соли, одну столовую ложку сахара и сюда же добавляем 2 яйца. Яйца можно добавить целиком сразу или, как я, разделить белки от желтков. Желтки добавляем к тыкве. А что будем делать с белками, я расскажу чуть позже. Теперь необходимо все хорошо перемешать до объединения всех ингредиентов. Делать это удобно при помощи обычной столовой ложки. Теперь необходимо просеять муку и разрыхлитель. Муки для этого рецепта нам понадобится 150 грамм. Это 6 столовых ложек. Разрыхлитель наберем пол чайной ложки. Точное количество всех ингредиентов я, как всегда, укажу в описании под этим видео. Когда просеяли всю муку, при помощи обычной столовой ложки начинаем замешивать тесто. Необходимо хорошо вмешать всю муку. Сначала вам будет казаться, что это сделать невозможно, потому что масса как будто сухая. Но, уверяю вас, у вас все получится. Вот такое тесто у нас должно получиться. Отставляем его на некоторое время в сторону и займемся белками. Два белка необходимо взбить в пышную пену. Для этого я буду использовать обычный ручной миксер. Вот такая пышная белковая масса у нас должна получиться. Теперь аккуратно вмешиваем белки к основному тесту. Благодаря этому способу тесто становится более воздушное и пышное. В разогретую сковороду вливаем достаточное количество растительного масла без запаха. И при помощи все той же столовой ложки выкладываем небольшими порциями тыквенное тесто на разогретую сковороду. Обжариваем оладушки с обеих сторон на среднем огне до румяности. Когда оладьи подрумянились с одной стороны, переворачиваем их на другую. Жарим еще 2-3 минуты. После чего готовые оладьи вынимаем на бумажное полотенце для того, чтобы стекалось лишнее масло. Оладьи, приготовленные таким способом, получаются очень нежными и вкусными. Все мы знаем о пользе тыквы. Но также все родители знают, как трудно заставить ребенка съесть что-то полезное. Особенно тыкву. Для чего уж там греха таить. Не каждый взрослый любит тыкву. А в таком виде ее полюбят все. И взрослые, и дети. А каждый, кто попробует эти оладьи, обязательно попросит у вас рецепт. Приготовьте вы вкусные и полезные оладушки из тыквы. По этому рецепту порадуйте себя и своих близких. А я желаю вам приятного аппетита, хорошего настроения. И жду вас вновь на своем канале. Готовьте с любовью и не бойтесь экспериментировать на своей кухне. До новых встреч, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok